Тех водителей, кто давно не выезжал на улицу Нововокзальную, сейчас на пересечении с Карл Маркса ждет сюрприз. Поворот налево на этом перекрестке запрещен, если вы двигаетесь со стороны Старозагоры. Сделано это из-за того, что при совершении данного маневра высока вероятность попасть в аварию. Но некоторых водителей ни светофор, ни знаки перед перекрестком не смущают. И они нарушают правила дорожного движения, рискуя своим здоровьем и железным конем. Меж тем неудобства придется терпеть недолго, поясняют в департаменте транспорта. На пересечении проведут реорганизацию движения, добавят выделенные полосы для поворота налево. Это снизит количество аварий и увеличит пропускную способность дороги. Пока левый поворот исключен, я повторюсь, это временная мера. Левый поворот, скорее всего, будет возобновляться при условии, что будет построена дополнительная полоса для левого поворота. Потому что в сложившихся условиях выделить левый поворот не получается. То есть транспортные средства, ожидающие разрешенного сигнала для левого поворота, закрывают возможность для движения в прямом направлении. По одной полосе улица не справляется, возникают задержки в движении. Подобная реорганизация дорожного движения уже помогла снизить аварийность на других перекрестках. На пересечении Антонова-Овсеенко и Карбышева светофоры оборудовали дополнительными секциями и добавили полосы для поворотов. Также теперь есть светофорная секция для поворота налево на пересечении Масленникова и Подшипниковой. Сейчас современные технологии позволяют устанавливать современные контроллеры, которые позволяют, в принципе, задавать любые режимы работы, любое количество фаз работы светофора. И изменение режима работы светофора позволяет нам на тех или иных перекрестках достичь максимальной безопасности дорожного движения. Аварийность снижают и отремонтированные дороги. Сотрудники ГИБДД отмечают, что на улицах в историческом центре города, которые были приведены в порядок чемпионату мира по футболу, стало меньше ДТП. Поэтому инспекторы регулярно проводят осмотр дорог, особенно в местах повышенной аварийности, чтобы выписывать предписания и рекомендации, где ремонт необходим больше всего. Андрей Горгуленко, Сергей Баскин. События.